И Сына, и Святаго Духа, аминь. Христиане должны жить согласно христианскому званию. Это поучение на апостольское чтение. Апостольское чтение нынешнего дня. Всем и каждому из нас внушает внимание к себе. И напоминает, чем должны мы быть каждый на своем месте. Как бы в каком состоянии, кто бы в каком состоянии ни был, кто бы какие не исполнял обязанности, как член общества, как начальник или как подчиненный, как отец семейства или член семейства. Ибо все мы христиане, и потому все должны последовать учению Христову, которое проповедует святой апостол Павел. Апостол учит, умоляю вас, чтобы вы поступали достойно званиям, которое вы призваны. О каком звании говорит апостол? О том самом, которому и мы все призваны. О звании христианском. Все мы, как верующие в Иисуса Христа или как христиане, должны поступать достойно своего звания. Должны жить согласно с учением Иисуса Христа. То есть благочестиво и свято. Как христиане мы и должны последовать учению и примеру Христа Спасителя. А кто, именуясь христианином, живет не по учению Христову, тот поступает недостойно своего звания. Он оскорбляет свое звание, оскорбляет и имя Христово. По учению апостола должны мы поступать достойно звания, как христиане, со всяким смиренно мудрым, кротостью и с долготерпением или великодушием. Терпящий друг друга любовью, основанием и душою, кротости и терпения или великодушия, должна быть любовь к ближним. Она из выражения любви к Богу. Кто любит Бога по заповеди Христовой, тот не может не любить и ближнего. И исполнением заповедей Божьих, питая в себе любовь к Богу, он в то же время питает и любовь к ближнему, как необходимое выражение любви к Богу. Показывая это свойство христианского благочестия, святой Павел присовокупляет. Старайтесь блюсти единение Духа в союзе мира. То есть старайтесь соблюдать единство Духа в союзе мира. К этому единению Духа в союзе мира призывает и побуждает нас также наше звание во Христе. Все мы во Христе, члены одного общества или одной церкви, тесно и существенно между собой связаны. Ибо все мы, верующие в Иисуса Христа, составляем одно тело, которого глава Христос. Все в благодатной жизни живем и действуем одним Духом, который и возрождает нас в жизнь духовную и совершенствует в этой жизни, подавая все дары, потребные по нравственному возрасту и по состоянию каждого в духовной жизни. Все мы, верующие в Иисуса Христа, имеем и одно назначение к вечной жизни, или одну надежду по заслугам Христа Спасителя. Одно тело и один Дух, учит святой Павел, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, «Один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас». Ефесянам 4 глава. Так, внимая апостольскому учению, мы должны всегда помышлять и заботиться о том, чтобы жить достойно своего звания во Христе, то есть жить благочестиво и свято, исполняя заповеди Его и помышляя о том, что все мы во Христе одно тело, живем одним Духом Христовым, призваны к одной надежде вечной жизни. У всех у нас один Господь Спаситель, одна спасительная вера, одно благодатное крещение, один Бог Отец, наш Творец и Промыслитель. Им мы живем и движемся и существуем. Ему единому в трех лицах, поклоняемому Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. Слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Из проповедей в север архиепископа Могилевского. Готово!